Сколько существует человечества, столько, пожалуй, существует и мошенничества. Первые упоминания о проделках аферистов датируются 246 годом до н.э. Уже тогда, для того, чтобы нажиться на доверчивых гражданах, мошенники состаривали рукописи и продавали их, как подлинные древние пергаменты. Сейчас в мире цифровых технологий современные остапы-бендеры проявляют куда большую изобретательность. Наиболее распространенными на сегодняшний день видами мошенничества являются телефонные. Схему обмана аферисты постоянно меняют. Подробности в следующем материале выпуска. Все помнят эту фразу из известного советского кинофильма. К сожалению, современная действительность такова, что сегодня абсолютно любой человек может оказаться в роли Буратино и быть обманутым аферистами. Одни из самых распространенных – это телефоны и мошенничество. Только за прошлый год в славянском отделе МВД было зарегистрировано 205 фактов, то есть 4-5 случаев в неделю. У нас в августе месяце гражданину позвонили на телефон и представились сотрудникам Росбанка, предложили ему провести комбинацию, так как его личный кабинет, сказали, что он взломан. Он провел функции с личным кабинетом и от его имени были заключены два кредитных договора. В итоге на общую сумму 739 тысяч рублей. Такие случаи бывают. У нас возбуждено уголовное дело по данному факту. Сложность раскрытия данных преступлений состоит в том, что все они совершены дистанционно. И зачастую преступники находятся за пределами не только нашего района, но и в целом Краснорского края. Главный герой романа «Золотой теленок» Остап Бендер знал 400 способов отъема денег у населения. Современные мошенники гораздо больше. Вот основные схемы обмана. СМС-просьба о помощи. Мама, не могу говорить. Брось 500 рублей на этот номер. Текст и адресаты могут варьироваться. Требования выкупа или взятки за освобождение родственника, попавшего в ДТП или задержанного полиции. Чтобы не попасться, просто позвоните тому, кто просит помощи. Телефонный номер-грабитель. Как только вы на него позвоните, с вашего телефона автоматически спишутся деньги за звонок. Не перезванивайте на незнакомые пропущенные номера. Выигрыш в лотерее от радиостанции, магазина или оператора связи. Вас просят приобрести карты экспресс-оплаты для перевода выигрыша и сообщить их данные или перевести на них деньги для активации карты, а потом ввести специальный код. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке. Ошибочный перевод средств на телефон или карту с просьбой вернуть. Как только вы их вернете, мошенники, по чеку обратившись в банк или к сотовому оператору, вернут их еще раз. Заявку на возврат денег должен писать только их отправитель. Ваша банковская карта заблокирована или был вход в личный кабинет и перевод денег. С такими словами звонят лжесотрудники банка, представившись службой безопасности с целью обезопасить ваши деньги. А на самом деле их задача узнать данные карты или цифры, которые они отправят вам по СМС. Все это позволит им пользоваться вашими банковскими счетами как собственными. Вот пример такого разговора с мошенниками. Получатели не дошли, они были переведены на временную ячейку хранения нашего банка на 15 минут для того, чтобы вас обезопасить. Сейчас нам необходимо произвести возврат денежных средств обратно на карту, а также установить вам двухфакторную защиту для вашей безопасности и безопасности ваших средств. Скажите, пожалуйста, как вам будет удобно индифицировать вашу личность по номеру договора или же по номеру вашей карты? Если хотите, так же само могу сказать серию вашего паспорта, но не целиком. Я не назову только одну цифру. Теперь у вас есть сомнения, что я действительно не являюсь клиентом банка? Спросите сотрудникам банка. Понимаете, я уже знаю, что вы мошенник. Хорошо. И? Хорошо. Что значит? И в наш разговор записывается, будет передано в полицию. Запомните, сотрудники банка по телефону проблемы не решают и переводами денег не занимаются. Есть сомнения – идите в офис банка. Это только типовые схемы телефонного мошенничества. На самом деле их гораздо больше. Для своих махинаций аферисты используют и интернет. Особенно полюбился им сайт Авито и ему подобные. К примеру, мошенники звонят по объявлению, говорят, что хотят купить товар. Предлагают скинуть аванс. А для этого просят номер вашей банковской карты. Так как платеж не проходит, вам нужно подтвердить поступление средств. А для этого продиктовать цифры из СМС-сообщения. Отправив их, вы даете полный доступ мошенникам не только к этой банковской карте, но и ко всем счетам, подключенным к мобильному банку. Еще один распространенный вид обмана – сайты, дубликаты официальных брендов, например, одежды. В названии может быть изменена всего лишь одна буква, и вы уже заказываете понравившееся платье или куртку у мошенников. Посылку с товаром вы, может быть, и получите, но вряд ли он будет соответствовать тому, что вы видели на сайте. А бывает и так, что вместо купленного вами платья и пальто приходят низкопробные сорочки и три пакета с песком. Именно так и случилось с одной из жительниц нашего города. Заплатив за интернет покупку больше четырех тысяч, она получила коробку с песком. Будьте осторожны и бдительны. Мир полон обмана и аферистов, желающих нажиться за чужой счет. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok